Не успели городские власти открыть в парке на Семеновском озере новые световые конструкции? Работа одного из студентов Арктического университета как арт-объекта уже повредили хулиганы. О новых необычных скульптурах из плексигласа и мерах, которые примут в администрации по их охране, расскажем далее. Мурмунскую с его тематическими парками и скверами, огнями иллюминации, украшающей улицы каждого района, не хватало чего-то особенного, авторского. И такой объект, не похожий на все, что до этого делали городские власти, появился рядом с набережной Семеновского озера. Причудливые многогранные конструкции родились в воображении студента Арктического университета Михаила Огурцова. Арт-объекты сиреневого, львового, розового цветов изображают редкие природные явления – столбы света и первомутровые облака. Всего таких скульптур в зоне отдыха 18, но дизайнерам только дай волю и возможности для реализации. Новые идеи рождаются едва ли не каждую секунду. Дальше студенты нашего факультета будут разрабатывать седы, опять же, светящиеся, и уже непосредственно работать с средой, как выкладывание мхом землю, чтобы придать, так сказать, чтобы это было похоже на тундру. Но в этот раз непосредственно созданием скульптур Михаил не занимался, доверив работу мастерам. Придать причудливую форму конструкциям и сделать полноценную переливающуюся подсветку из светодиодов – задача непростая. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев творческие труды студента оценил на 4 с плюсом, найдя несколько замечаний. Впрочем, на впечатление, которое такие объекты, особенно снежной зимой, производят на зрителей, это никак не сказалось. Сейчас, когда мы смотрели, обсуждали, что нужно поставить все-таки на небольшой пьедестал вот это облако замечательное. А ценность вообще этих работ, с моей точки зрения, я коренной мурманчаем, мне очень нравится наша природа. И вот эти уникальные явления, которые у нас есть, мы о них очень хорошо знаем. Но гости города не всегда их могут увидеть, потому что нужна специальная погода, специальное состояние атмосферы. Вот люди же приезжают, например, посмотреть полярное сияние со всех уголков земного шара, проводят у нас даже по несколько дней, а его не видят. А вот здесь можно будет увидеть, даже потрогать руками. Сделаны конструкции из акрилового стекла или по-другому плексигласа. Материалы применяют давно и повсеместно, а в различных сферах промышленности начинают оптики, заканчивая иллюминаторами для самолетов и вертолетов. Несмотря на кажущуюся прочность скульптур ночью, еще до официального открытия светодиодных украшений, неизвестные посетители комплекса уже умудрились повредить некоторые арт-объекты. Вандалов не поймали, но меры предосторожности городские власти обязательно примут.